доброго времени суток и так видео открытие делаю первый раз и вскрывать мы будем нифига не ведьмака скрывать мы будем а ведьмак так чтоб понять размеры коробочка задумышает а с боков она выглядит вот так тут у нас дат магнус охотник маинс и бастилл на шишан как-то слишком быстро получилось начинаем вскрывать скрываем ножом smith с нужны пацанов внизу о нет машин сзади на нем содержимое так это у нас тут usb флешечка ключик поймешь как открывать у нас лежит всякие материальчики это у нас карта далекой предалекой галактики так себе карта скажу вам качество не поражает рисунок тоже планет тоже как-то маловато в общем зачем она нужна не совсем поиграем экземпляр второй саундтрак то бишь музычка из игры опять же вскрываем зверским ножичком да вот до чего жадность доводит положить в конвертик жалко на версии кстати коробки американская заказывал с американского амазона выслали в пятницу вот сегодня коробочка уже пришла не сыграл оставим на потом здесь что-то типа артбука затернул в мастер гнос дурал журнал мастера гнос дурала эта штука выходила в виде видеодневников этого мастера тому как он рассказывал о том что случилось далекой по далекой галактикой где-то с момента как иван и малак забороли мандаловцев и до момента когда начинается игра давайте посмотрим очень крутая обложка очень крутая сделано подпись материал какой-то дневники написаны прописью бастила видимо то есть не пусти вас отельшан это не самый писака в общем это ракат из на это взял дай паблик звездная кузня и бенгок в общем это такой полу артбук полу дневник я просто чем-то напоминает то что лежала в халварич но в общем неплохо он какая-то вставочка интересно что за вставочка щил генератор дефенс план баймастер тут какие-то защитные генераторы круто лежала почему-то тут в общем он еще и еще и еще вставки вау круто храм джедаев флор план и и смотри что тут треки у в косан классе фейт совершенно секрет видимо республиканская разведка постаралась опять американцы скрывают в общем вот так такой вот артбук полу артбук полу артбук полу артбук собственно диск с самой игрой выглядит по моему неплохо стилбук на одной стороне все в республике на другой империи кстати это глупо потому что у республики в фильмах был такой ну похоже на это символ мы решили сделать узнаваемым сразу скажем здесь коды на DLS я их отложу извините братва DLS для меня на другой стороне вон мальчик по инсталляции игры буквально две скранички вот уж эти билотвори потрясающе вам наверное не видно но тут есть рисунок все три диска для игры сюда видимо можно вставить а тут с отель шан интересно что кода для самой игры я не вижу но стилбук так себе не поражает обложение если честно видимо и получше ну и так сойдет теперь идем за голову вот кстати коробочка с статуей Dark Magnus какая-то более легкая что это будет размышление о дешевом пластике снял фу какая-то карточка и конечно же и непонятно что из-за карточка из-за карточки гэлкнул джайл видимо это те кто создавали стопью упаковано Как всегда, хорошо, даже слишком. И вот эта краска, и вот эта краска, и вот эта краска. постамент довольно тяжелый. Сказано снять эту фигню отсюда. Ага, шиш. Не снялась. Фигня не снялась. Будем ее снимать вручную. Смотрел от западного коллегии. Было то же самое. Статуя. Вот он наш местный лорд-вейдер. Довольно просто устанавливается. Ну и световой дилл. Вот. Фигня выглядит. Выглядит на самом деле довольно посредственно. Могу для сравнения. Ну, в общем, я сказал бы, что где-то как Бэтмен в последней коллекционке. Так. Вот. Что у нас тут есть. Но это еще не все. Хорошо. Еще отдельно я поеду вот такую штуку. Это отдельная книга в создании «Олдэй Паблик». Есть много разных интересных рисунков. И в этой суть главность много всякого кошерного текста, где рассказывает о том, как и почему создавались. Но это рассказывается о рыцарях Старой Республики. Няшка Малак. Ну, в общем, это довольно неплохая книга. С довольно неплохими арками. И рекомендуется докупаться в коллекцию. Стоила она 40 баксов. То есть доставка. Вот. Это сколько стоило, я не помню. Когда бы заказал, что-то никогда. Ну, вот. Такая вот коллекция Старой Республики. И, в общем, коллекционка большая, дорогая. Но не скажу, чтобы особо поражало проображение. И далее лучше. Я бы сказал, что Skyrim лучше, несмотря на то, что у меня его нет. А ведьмаки и подавно. И вопрос для любознательных. Что за символ у меня на футболке? С вами был RAD84. До свидания.